Ограничения на получение кредитов и запреты на выезд за пределы страны в Казахстане начнут действовать новые правила для тех, кто признан банкротом. Об этом сообщил первый вице-министр страны Марат Султангазив. Он представил процедуры банкротства, которые в ведомстве обещали применить в зависимости от суммы и длительности долга. А вот обмануть и объявить себя лже-банкротов не получится. Почему? Айдан Анураш расскажет. В Минфине представили основные нововведения о банкротстве. В ведомстве предлагают ввести три вида процедуры банкротства. Первое – восстановление платежеспособности. Это значит, что можно получить в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет, если имеется стабильный доход. В случае, если этого нет, как и перспектив по погашению задолженности, предлагается применить внесудебное и судебное банкротства. Будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше пяти миллионов тенге. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Заявление о применении внесудебного банкротства казахстанцы могут подать через веб-портал «Электронное правительство». Есть возможность сдать документы через приложение ЕСАЛХ АЗАМАТ. Одновременно с возможностью списания, по словам замглавы ведомства, предусмотрены и ограничения по банкротам. Надо обратить внимание на последствия, которые возникают после банкротства. Проектом закона предлагается ограничить получение займов и кредитов в течение пяти лет для банкрота. Также предусматривается ограничение на выезд за пределы страны в течение трех лет, за исключением сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны. То есть по особым случаям. Повторно применить банкротство граждане смогут только через семь лет. Поэтому прежде чем объявить себя банкротом, человек должен задуматься о возможных последствиях и ограничениях. Свои мнения касательно нововведений высказали и казахстанцы. После январьских событий большинство бизнесменов столкнулись с банкротством. У них есть кредиты, долги перед государством. Это хорошо, если закроют задолженности. Люди получат возможность открыть новый бизнес. Согласно данным кредитного бюро, на сегодня просрочки по кредитам имеют более миллиона казахстанцев. Есть и должники по коммунальным и налоговым платежам. А вот обмануть и стать лжебанкротом не получится, поспешили заверить в Минфине. За факты обмана кредиторов и сокрытия имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность.